Друзья, приветствую вас. Вы смотрите канал Политека. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами, за то, что смотрите, поддерживаете. Не забывайте также этому видео поставить ваш лайк, подписаться на наш канал и, конечно же, написать вопрос, либо же комментарий под этим видео. Для нас это очень важно. И, как всегда, самые интересные вопросы мы отбираем и задаем нашим уважаемым экспертам. Сегодня в моей виртуальной студии Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте. Доброе утро. Предлагаю с вами начать краткий анализ этого года, каким он был, как началось 24 февраля 2022 года у вас и, конечно же, что добился Путин за этот год, кроме того, что он освободил от желания освобождать почти 147 тысяч россиян, ну и, конечно же, чего добилась Украина за этот год. Давайте попробуем коротко. Я думаю, что за этот год самое главное, что Украина выстояла. Она показала не просто способность сопротивляться российской агрессии, причем Россия превосходит Украину и по населению, по экономическому потенциалу, по природным ресурсам, по численности вооруженных сил в несколько раз. Тем не менее, Украина выстояла. Не проиграла эту войну. Более того, за год войны удалось освободить более половины, или около половины тех территорий, которые Россия захватила после 24 февраля. Вот это самый важный военный итог этого года. Второе, что очень важно, и политически, может быть, даже самое важное. За этот год Украина сумела вместе с своими партнерами сформировать широкую международную коалицию на свою поддержку. Это и поддержка оружием, боеприпасами, платформа «Рамштайн», это экономическая поддержка. И международные позиции Украины за этот год укрепились. Подсвидетельством этому стал статус кандидата члена ЕС. До войны об этом даже не мечтали. Этот вопрос даже не обсуждался. Но именно стойкость, героизм украинского народа убедили весь мир, что Украина имеет право на такой статус. И убедили Европейский союз. Вообще, что отмечу в международном плане, к нам кардинально изменилось соотношение. Это тоже один из результатов этого года. В частности, можно сказать, что если до войны нас воспринимали как государство-неудачник, неуспешное государство, есть такой термин «failed state», который как раз этого выражает, то сейчас, напротив, огромное уважение к Украине, восхищение Украины, поддержка Украины. Вот я был в Мюнхене на полях Мюнхенской конференции несколько дней назад, на прошлой неделе. Как раз неделю назад, можно сказать, началась как раз Мюнхенская конференция. Вот встречи, на которых были украинцы и зарубежные участники, зарубежные гости на украинских мероприятиях. Почти каждая встреча заканчивалась словами зарубежных гостей «Слава Украине». Вот деталь, но она о многом говорит. И что касается самой Украины, тоже огромные изменения. Конечно, война стала большим, огромным стрессом для всех нас. Миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома. Десятки тысяч людей погибли. Многие люди потеряли своих близких, либо свои дома. Это, конечно, трагедия для многих людей. В то же время консолидация украинцев произошла. Такого уровня консолидации Украины не было за всю историю независимости. А, наверное, за всю историю украинской нации, украинского народа. В современном виде. Если будем считать, допустим, 17 века, ну ничего подобного у нас никогда не было. Наоборот, доминировали всегда раздоры какие-то, конфликты. А здесь вся страна объединилась, чтобы дать отпор врагу. Украинцы поверили сами в себя. Вот это тоже очень важно. Выросла самооценка. Люди поверили в свою армию, в свое государство. При всех претензиях и критике в его адрес. За коррупцию и за многое другое. Но вот особенно вооруженные силы поверили. Хотя надо понимать, что нужно не только верить в вооруженные силы. Для многих нужно стать их частью. Ну, не только вооруженных сил, а силы обороны, если мы хотим победить в этой войне. Но вот эта вера в себя, гордость за свою страну. Вот данные социологов одного из последних исследований. До войны около трети украинцев верили в Украину. Сейчас 75%. Вот это, я считаю, изменения наиболее важные, которые произошли. Да, у нас исчез практически пророссийский лагерь. Для политики украинской это тоже огромное изменение. Потому что все 30 лет это был один из главных полюсов. Его представители неоднократно приходили в той или иной форме к власти в Украине. И вот сейчас этот лагерь исчез. Это следствие войны Путина. И вот о Путине и о последствиях. Он же хотел подчинения Украине. Он хотел завоевать за несколько дней, максимум, может быть, за несколько недель, завоевать Украину. Поэтому, кстати, не пошел в большой армии. Он думал все это сделать в некой спецоперации. Все это провалилось. И не только не удалось, как он говорил, донацифицировать, демилитаризировать Украину. Ну и много чего там сделать с приставкой «Д». А эффект оказался прямо противоположным. Вот он говорил, когда объявлял эту войну, что, мол, причина для войны, одна из причин для войны, из Украины якобы хотят сделать анти-Россию. На самом деле именно Путин сделал из Украины анти-Россию. Поскольку ненависть к России уже не только к Путину, а к России и россиянам в результате этой войны огромнейшая. Кардинально поменялось отношение к России и россиянам. Даже у тех простых украинцев, которые раньше, ну, либо, если не симпатизировали россиянам, то относились к ним нормально, спокойно. Многие родственников же имели и имеют в России. Но вот преступления россиян в Украине и военные преступления, и преступления против человечности сформировали такую ненависть к России. Это тоже результат этой войны. И, конечно, возврат к прежним отношениям с Россией, он невозможен. Я думаю, что эта война оттолкнула Украину от России в сторону Запада. Это тоже является важнейшим следствием нынешней войны. И Путин в результате поражения своей армии в Украине, он теряет статус всемогущего, счастливчика, которому везде во всем везет, который всего добивается. Там пришел к власти, цены на нефть начали расти. А теперь череда поражений. И статус России слабнет. И это видно даже, как относится к Путину. Даже на постсоветском пространстве лидеры постсоветских стран, которые являются союзниками России. Вот саммит Шанхайской организации сотрудничества это показал. Там мы воспринимали Си Цзиньпина, лидера Китая, Эрдогана, лидера Турции. А Путин был вот среди всех остальных. Не было к нему какого-то особого отношения. И отношение к Путину уже совсем не то. Да, его побаиваются. Кстати, очень верят, что Украина сможет выстоять. И тогда Путин не сможет напасть на других соседей. Потому что боятся путинской агрессии даже страны-союзники. Россия, например, Казахстан. Поэтому изменение статуса России, ослабление России, сдувание вот этой империи, это тоже одно из главных следствий этой войны. Мы помним, как в прошлом году многие зарубежные издания, скажем так, провозглашали Путина неудачником года, давали ему такую номинацию. И пускай он эту номинацию, конечно, как многие поговаривают, сохранит до гроба. Но надо, чтобы он ее укрепил. А для этого необходимо, конечно, полное поражение российской армии в Украине. Этого не просто будет добиться. Вот мы слишком сейчас успокоились, слишком, мне кажется, поверили в то, что вот-вот будет быстрая победа, и она наступит чуть ли не сама собой. Но не надо верить в чудеса. Для того, чтобы победить в этой войне, чтобы освободить все оккупированные территории, нам необходима полноценная консолидация, концентрация всех сил и новая мобилизация. Вот это тоже надо понимать. Иначе мы можем обороняться, но вряд ли тогда сможем освободить оккупированные территории. Надо напрячь все силы. Расслабленная жизнь. Когда вот где-то там вооруженные силы Украины воюют и освобождают или защищают нас, а мы тут живем спокойной жизнью. Нет, при таком положении дел победы не будет. Необходима концентрация всех сил и, конечно же, достаточная помощь наших союзников, помощь оружием, боеприпасами. Это тоже одно из главных условий победы. Ну и, конечно же, ту концентрацию, про которую вы сказали, чтобы мы сохранили и после победы, чтобы после этого мы не возвращались на прежние позиции в украинской политике. И, кстати, о поддержке. Генеральная ассамблея ООН поддержала предложенную Украиной и ее союзниками резолюцию, которая призывает Россию прекратить боевые действия на украинской территории и вывести оттуда войска. Об этом сообщается в Твиттере ООН. За резолюцию проголосовала 141 страна, 32 государства воздержались от голосования, среди них Китай, Казахстан и Иран, и 7 стран России, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали проголосовали против документа. Владимир Вячеславович, что значит этот документ, эта резолюция, насколько я понимаю, это носит рекомендательный характер. И, с другой стороны, можем ли мы по тем данным, кто голосовал или же кто удержался, или кто проголосовал против, создать некий образ тех, кто стоит на стороне России, кто еще раздумывает, к примеру, тот же Китай, и кто готов дальше поддерживать в дальнейшем Украину? Да, когда мы говорим о резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, это не первая резолюция по поводу войны в Украине. В марте прошлого года была резолюция, осуждающая войну России против Украины. Потом была резолюция, которая осуждала аннексию оккупированных территорий. И вот сейчас очередная резолюция. 141 страна в поддержку резолюции – это очень большой показатель. Далеко не каждая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН набирает такое количество голосов. Ну, считайте, это две трети, даже больше, чем две трети голосов. А это очень важно, кстати, например, при решении каких-то важных вопросов необходимо именно две трети при голосовании на Генеральной Ассамблеи ООН. Поэтому, ну, подавляющее большинство стран мира в этом плане поддерживают Украину. И чем важна эта резолюция? Да, она, конечно, не носит императивного характера, к сожалению. Но, да, и мы видим, страны-агрессоры не обращают внимания на международного права. И Путин уже столько договоров нарушил, что тут никакие резолюции Генеральной Ассамблеи не помогут. Но для нас это важно и сегодня, вот как акт поддержки Украины, признание ее позиций справедливыми в этой войне. Но эта резолюция еще, она вместила в себя, ну, в такой относительно компромиссной форме, но целый ряд положений формулы мира президента Зеленского. Это наш подход к мирному регулированию нынешнего конфликта. И то, что в ООН это поддержали, это очень важно. Это важно в том числе и на будущее. Можно ссылаться при начале переговоров о мирному регулированию, рано или поздно они начнутся. Можно ссылаться именно на эту резолюцию. Ну, и, конечно, резолюция показывает расклад сил. Кто, в какой мере, кого поддерживает. Вот мы видим, что подавляющая поддержка на стороне Украины и наших союзников. Россию напрямую поддерживает, вот в данном случае, вместе с ней, семь стран. Ну, Россия и шесть стран. Вот бывали ситуации, когда пять стран было. По-моему, вот в резолюции осенью прошлого года. Там было всего пять стран. Это, как правило, тот же самый набор. Там, может быть, меняется одна-две страны, но вот Беларусь поддерживает, Никарагуа, Северная Корея, Иран. Ну, те, кто поставляет оружие, либо те, кто зависит от России в полной мере. Эритрея – один из любимых союзников России в Африке. Но даже союзники по постсоветскому пространству, страны, которые входят в Евразийский союз вместе с Россией и Беларусью, входят в ОДКБ, не проголосовали против этой резолюции вместе с Россией. Они воздержались. То есть, такой нейтралитет проявляют. Это очень показательно. Они, конечно, не хотят рвать с Россией, вступать с ней в конфликт, поэтому не могут поддержать эту резолюцию. Но в то же время показывают свое несогласие с войной, которую ведет Россия. В такой мягкой, умеренной форме. Даже Китай, который имеет партнерские отношения с Россией, но он тоже воздерживается от поддержки этой войны. Он трактует по-своему эту войну. В частности, говорит о том, что ответственность за нее несут Соединенные Штаты. Это отчасти отвечает российской трактовке. Но призывает Россию прекратить военные действия, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это, в принципе, уже устраивает нас. Но в любом случае, Китай тоже напрямую Россию не поддерживает. Вот это очень важный момент. Кстати, отмечу, вот только сегодня появилась информация, хотя ожидания были до сегодняшнего дня, о так называемом китайском мирном плане. Но это не мирный план, это, как Китай говорит, позиция Китая по отношению к войне в Украине, между Россией и Украиной. Никаких сенсаций не произошло. В принципе, так можно сказать, это позиция за все хорошее против всего плохого. То есть там предзывается прекратить военные действия, обеспечить надлежащий обмен пленными, начать переговоры, защиту гражданского населения, гражданских объектов и особенно атомных электростанций и так далее. В принципе, тут ничего сенсационного нет. Есть такой специфический пункт уважения суверенитета всех сторон. Ну а вот как быть с этим пунктом? Вроде бы он хороший. Это уважение суверенитета Украины в том числе. Но речь идет и о России. А потом, как быть со статусом оккупированных территорий? Вот чей суверенитет над оккупированными территориями? Россия их аннексировала, а мы это не признаем. И, естественно, Украина стремится освобождать эти территории. Поэтому, вроде бы хороший план такой, да, 12 пунктов, у Зеленского 10, здесь 12. Но при этом они абстрактные, размытые и вряд ли они станут прорывом или предпосылкой для переговоров о мирном регулировании нынешнего военного конфликта. Ну, по сути дела, полномасштабной войны. Вот такая ситуация. Но, тем не менее, это говорит о том, что Китай придерживается такой условно относительно нейтральной позиции. Хотя, вот, настораживает информация, которая тоже появилась в последние дни. И сегодня, в частности, о переговорах, которые якобы идут между Россией и одной из китайских компаний о поставках дронов-убийц. Ну, нечто подобного, вот, известно нам уже иранским шахедам. Что якобы их могут собирать в Россию, но поставлять компоненты будет китайская компания. Именно поэтому и Соединенные Штаты, и Европейский Союз предупредили Китай о недопустимости таких действий, потому что это будет означать вовлечение в агрессию, в эту российскую войну против Украины. Вот такая неоднозначная ситуация. Но, в целом, я считаю, что голосование в Генеральной Ассамблее ООН, оно стало еще одной дипломатической победой Украины и наших союзников, наших партнеров. Потому что без их поддержки, конечно, вот такого числа голосов не было бы. И это тоже закладывает основы крепкой, сильной позиции Украины на будущих переговорах, которые в том или ином виде начнутся после завершения военных действий. Вряд ли это случится в ближайшие месяцы, но, тем не менее, и нынешняя резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, а также целый ряд других решений, которые принимались, например, на уровне Европарламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы с призывом о создании специального трибунала для того, чтобы судить военных преступников из России, в том числе и высшее политическое руководство России. Это тоже важно, но уже важно не для переговоров о мире, а важно для международного наказания военных преступников. Так что вот такого рода резолюции, они не дают немедленного эффекта, но не могут стать политической основой для последующих международных правовых решений, направленных как на мирное урегулирование нынешней войны, так и на то, чтобы принудить Россию к компенсации убытков, нанесенных этой войной, а также наказать военных преступников. Это, как недавно сказал советник США по нацбезопасности Джейк Салливан по поводу мирного плана от Китая, что предложение Пекина должно было закончиться еще после первого пункта с призывом уважать суверенитет всех стран. Но в любом случае будем, конечно же, анализировать, как будут дальше развиваться события. Владимир Вячеславович, помню о времени, конечно же, и две темы. Очень кратко хочу с вами еще пройти. Власти Польши решили установить оборонительные заграждения на границах с Россией и Белоруссией. Об этом написал в Твиттере министр обороны Польши. И также после этого появилась информация, что польские власти приняли решение выслать белорусского аташе по вопросам обороны в Польше. К чему, по вашему мнению, готовится Польша? Есть ли какие-то угрозы для ее территории? Что касается выслуги дипломатов белорусских, это ответ. Беларусь выслала ряд польских дипломатов. Это вот такая традиционная практика. В ответ на недружественные шаги, а их там много было и до начала большой войны, и вот сейчас очередной недружественный шаг со стороны Беларуси, Польша тоже принимает зеркальные меры. Это зеркальный ответ на действия белорусской стороны. Что касается вот этих укреплений, ну, я думаю, что сейчас непосредственной опасности для Польши нет. Поляки прекрасно понимают, что сейчас Польшу защищает и Украина. Российские войска сконцентрированы в Украине, и они не способны на еще одну войну против других стран на данный момент. Тем не менее, на будущее поляки готовятся, потому что нынешняя война показала риски, угрозы военного вторжения могут быть для всех стран, которые соседствуют с Россией. Для всех стран. И вторжение российское может быть в том числе и со стороны Беларуси. А поляки уже сталкивались в том числе вот с гибридной войной со стороны России и Беларуси. Это попытка создавать поток беженцев, неконтролируемый поток беженцев через белорусско-польскую границу. И поэтому, конечно же, поляки прекрасно понимают риски, которые могут исходить из Белоруссии и российской территории. Напомню, что на севере Польши есть, на севере Польши граничит с Российской Федерацией, это территория Калининградской области. Там тоже есть военный контингент, кстати. Поэтому поляки делают правильно. И вообще, скажем, не только поляки. НАТО еще в прошлом году, в июне прошлого года, приняло решение об укреплении восточных рубежей НАТО. А это и Польша, и страны Балтии, Румыния. Там усиливаются военные контингенты НАТО, укрепляется их вооружение. И, судя по всему, вот недавний визит президента Байдена и в Киев, и в Польшу, это как раз свидетельство тоже активной работы, поддержки тех стран. Байден встречался не только с руководством Польши, но и с руководством стран Бухарестской девятки. США будут помогать не только Украине, Польше, но и всем странам, граничащим с Россией или Украиной. Для того, чтобы укрепить их оборону, национальную безопасность и в целом укрепить восточный фланг НАТО. На окончании нашей программы еще о помощи говорил Владимир Зеленский по поводу территории Приднестровья. И тут в последнее время мы слышим такие заявления о том, что, особенно от Минобороны Российской Федерации, что второй раз за день заявила, что Киев планирует вторжение в Приднестровье, власти Молдовы это отрицают. И, как многие поговаривают о том, что сейчас уже грядет такой большой геополитический замес, и, возможно, Российская Федерация уже планирует и свержение в Молдове, и также коим образом какие-то перевороты. Как вы расцениваете, какие там могут быть сценарии? Ну, о том, что есть риски провокации каких-то якобы протестных акций, но которые должны также включать в себя захват государственных, правительственных зданий, Молдову предупредила еще несколько недель назад украинская сторона, украинская разведка. Вот получила такую информацию и передала ее руководству Молдовы. После этого в Молдове поменяли правительство и укрепили меры безопасности. Ну, и вот те заявления, которые прозвучали, они показывают, что при необходимости Украина может помочь Молдове. Я думаю, что речь идет не столько о военной поддержке, в этом я не вижу пока необходимости, сколько речь идет о поддержке по линии спецслужб. И я думаю, что не только Украина будет так помогать, может помочь и Румыния. Проблема для России, они бы хотели давно поменять власть в Молдове. Целый ряд источников сообщал, что в случае реализации военных планов России в Украине, они же хотели не только Херсон захватить, они хотели захватить россияне Николаев, Одессу. После этого абсолютно точно они попытались бы захватить Молдову. В этом нет сомнений, целый ряд источников подтверждает такие планы. Но не получилось, сорвались эти планы. Они вынуждены были уйти с правого берега Днепра. И Херсон вынуждены были, россияне, оставить под натиском украинских сил. Поэтому реализовать военные планы захвата Молдовы не получается. И, судя по всему, были планы дестабилизации, дестабилизации политической ситуации в Молдове. То есть вряд ли удалось бы захватить власть, но они могли создать, знаете, имитацию гражданской войны. Создать очаг конфликта в нашем тылу и на границах Европейского Союза. Для того, чтобы отвлекалось внимание и Украины, и европейских стран, чтобы они вынуждены были еще заниматься конфликтом в Молдове, это, конечно, как бы играло бы на руку России. Вот в чем смысл этих планов. Россия сеет нестабильность, Россия сеет конфликты, а потом пытается их использовать в своих интересах. И сейчас, конечно, они делают то же самое. Есть данные, что Россия провоцировала напряжение в отношениях между Сербией и Косово. Там и так как бы основа конфликта всегда была, еще с 90-х годов, еще вот с той страшной войны 90-х годов. Но и вот сейчас провоцирование конфликта между Сербией и Косово. Перед этим были тоже провоцирования беспорядков в Черногории. Тоже российские агенты были замечены в Северной Македонии. Вот это российский стиль. Ну и, конечно, поскольку Молдова граничит с Украиной и находится рядом с зоной конфликта, да, наверняка россияне хотят дестабилизировать ситуацию в Молдове. Но поскольку украинская разведка получила необходимую информацию, я думаю, что вот такие действия России будут нейтрализовывать. Какие чудесные библейские высказывания. Нет ничего нового под солнцем. Ну и тем более в Российской Федерации. Владимир Фисенко был гостем этой программы. Владимир Вячеславович, спасибо огромное за участие. Спасибо вам. В общении, конечно же, за то, что находите и возможность, и время. Вам желаю хорошего дня и, главное, мирного неба над головой. Всем нам мирного неба, да. Нынешняя годовщина, начало войны, это, да, это не праздник. Это дата со слезами на глазах. Это день памяти о погибших. И это момент, когда мы не только вспоминаем, как эта война начиналась, но и делаем необходимые уроки из того, что случилось. Выводы на будущее. Вот это самое главное. Но и для нас, конечно же, это еще и повод для гордости. Для гордости за свою страну, за силы обороны Украины, за всех, кто защищает нашу страну. Друзья, напомню вам, Владимир Фисенко был с нами на связи. Не забывайте подписываться на наш канал и, конечно же, ставить лайк этому видео. И напишите вопрос или комментарий. Обязательно самый интересный отберем. И в следующей программе при встрече с Владимиром ему озвучим, а он с удовольствием, я думаю, ответит. Владимир, вам хорошего дня еще раз. Владимир, вам хорошего дня!